Ну что, конечно, отличный турнир, очень довольны для нашей сборной. Это вообще на данной этапе идеальный турнир, сыграть три матча со старшими соперниками. Конечно, очень довольны. И сам матч, не просто команда Беларуси понравилась, мощная, сильная команда, организованная команда, системная команда. Было очень непросто, но ребята молодцы, справились. Поэтому мы довольны, конечно, результатом. Момент, когда Иван Демидов показал, что травма, не травма, когда колено его атаковали, мы вздрогнули. Как вы оцените, во-первых, этот эпизод? Ну там было, мы считаем, удар в колено. Мне Славке казалось, что это, конечно, тянуло на 4 минуты. Ну, Ванька молодец, дотерпел, конечно, болевой там удар. Сейчас врачи им занимаются, смог доиграть. Создал еще пару шикарных моментов. Ну, потом решили, естественно, не рисковать его здоровьем. Дали отдохнуть, он не доигрывал матч. Посмотрим, что будет завтра. И два вопроса с этим. Во-первых, то, что после такого момента он рвется в бой, нужен ли товарищеский матч? Ты можешь сразу сказать, сиди отдыхай, потому что ты умеешь товарищеский товарищеский? Да нет, вы знаете, у нас такая достаточно характерная команда. И Иван в том числе, он лидер нашей команды. Он посидел, мы с ним, так скажем, приглянулись, я говорю, готов. Он говорит, я готов. Потом, конечно, в перерыве немножко отпустил, договорились, что он выйдет. Там был план, может быть, на большинстве его только задействовать. Но потом уже решили на третий период, у нас было, конечно, кем заменить. Ну, мы желаем Ивану здоровья, надеемся, что он завтра присоединится к нам. И второй вопрос по поводу менталитета. Вообще, в целом, хоккея нашего, потому что об этом Эльтенберг говорил, когда там танковый вбор толкнули, да, и Мечков получил травму на проходном достаточно турнире в Сочи, когда его Емельин прописал. Сейчас вот мы едва не потеряли Демидова, который он называет там в тройке на драфте 24-го года. Нужно ли что-то менять в менталитете хоккея или это просто случай от случая такие спадали сопадения? Ну, знаете, да, я думаю, что сегодняшний матч показал, что там никакой грязи умышленного не было. Но это хоккей, силовая борьба. Ребята постарше не хотели проигрывать. То есть я считаю, что, ну как, без силовой борьбы. Да, конечно, это такие плохие травмы, но мы все равно, мы и сами всегда, ребят, нацеливаем на силовую борьбу. Мы хотим с позиции силы, чтобы мы били для того, чтобы отобрать шайбу по силовой приеме. Вот, и это агрессия молодежная, хоккей, бессиловой, мне кажется, это не совсем правильно. Еще вопрос данный. Агрессивный кореновый спорт. Я хотел бы уточнить, то есть вот в эпизоде, в первом перерыве, все-таки это была инициатива самого Ивана, да, выйти на второй перерыв? Да, да, да. Он и доиграл, после этого он вышел на следующую смену. И потом доктор к нему подошел как-то, он говорит, я, да, я попробую, я выйду. Сейчас какие будут дальнейшие действия, там, в больницу будете? Слушайте, ну я не врач, тут у нас очень много народу и массажисты, и врачи, естественно, сейчас вплотную уже сейчас с ним занимаются. Вот, так что здесь, поверьте, у нас очень много персонала, которые ребятами занимаются 24 на 7. То есть пока у нас остается в расположении команды? Да, 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 пока, да. До завтрашнего утра, утра сейчас доктор сделает обследование, если надо, там, ну все полностью обследование, вечером мне доложат, и мы принимем тренерские штабовые решения. И вот в хоккее на молодежном уровне, вот такая разница в два года, она бывает, ну, очень существенная. Ну, сегодня наша команда, ну, прям доминировала на этом, хотя вот белорусы, вот и возраст, ребята постарше, да, и команда, как мне кажется, она более сыгранная, да, чем наша. За счет чего удалось вот этот вот раститель? Ну, вы знаете, для нас, это сейчас я еще раз уже говорю, огромный опыт. Ребята пятого года, мы считаем, достаточно талантливые, достаточно крепкие, играют в МХЛ, и в высшей лиге, у нас три человека задействованы, в КХЛ ребята задействованы. И чтобы развиваться, то есть лично я и Федерация хоккея России уверены, что нужны сильные спарринги, со слабыми мы не будем расти, мы должны расти на таких матчах, вытаскивать сильнее. Это наш, по большому счету, год и Кубка Глинки, и Чемпионата мира, да, мы отслеживаем, там Канада, Шведы, не такие маленькие. То есть мы должны сейчас примерно быть на уровне Чемпионата мира, чтобы нам поддерживать, нас в любой момент могут пригласить, мы на это очень надеемся. Мы должны быть в тонусе, ребята должны понимать систему сборных России, и что придется биться, рубиться и в силовой хоккей. Игорь Геннадьевич, пообщался с бодельщиками ФАЕ во время перерыва, и очень большое впечатление на людей производит Михаил Гуляев. У меня вопрос в связи с этим, насколько ему помогает игра КХЛ, потому что он вышел против Белорусска, который постарше, но даже с ними, мне показалось, он не чувствовал какого-то серьезного сопротивления. Как его игру прокомментируете, и насколько это полезно вообще для молодых игроков играть КХЛ? Да, но если со второй части вашего вопроса, конечно, полезно. Только что я говорил, что со старшими играть полезно. Что касается Мишки, ну да, мы все следим за ним, он все-таки-то игрок уже и в кандидатальной лиге, и там сыграл в высшей лиге, он лидер нашей команды. Не просто так он получил сегодня приз лучшего игрока, мастерства, уверенности. Это очень серьезный, я думаю, будет игрок, но вы все видели первый гол. То есть там мастерства, и очень понравилось, как он ведет себя в раздевалке и на лавке. То есть внутри у нас, ну, сколько, второй год я работаю, мне кажется, сложилась очень дружная команда. Вот, и Миша, он всегда в основном ездил на год старше, даже в сборную. Вот, но сейчас привлекли его сюда. И, знаете, когда тоже бывает, там, ребята спускаются, у меня там с ним был буквально такой, даже полностью разговором нельзя назвать. Задал пару вопросов, он ответил по этим ответам. Мне абсолютно стало понятно, что он, это просто парень нашей команды, и будем желать ему только удачи. Ну, в нашем хоккее, если так смотреть на, такая, как высшую такую ступеньку, да, там все в порядке с вратарями, с нападающими. Но вот атакующие защитники, защитники вообще в целом так проседали. Когда Гуляева называют маленьким Карлом Макаром, как вы к этому относитесь? Видите, что-то такое, шутка шутками, но... Ким, кем маленьким? А, Макаром. Ким, Макаром. Но шутки шутками, но все-таки можно ли предположить, что он вырастет в кого-то подобного, Сергачеву или что-то такое? Ну, вы знаете, он действительно не крупный, но мысль, да, принятие решения, чем катание, выбор позиций, игра с шайбой. Вот здесь, конечно, давайте мы не будем забегать вперед, но я вам хочу сказать, что у нас, к сожалению, Симшев получил травму, не смог приехать, играл за локомотив. Там Геннадий Чалый, там уехал, там тот же Иван Ремезовский. Вот, то есть у нас атакующих защитников, это мы еще так немножко придерживаем, вот немножко придерживаем. Но вот у нас то, что ребята и вообще команды, да, и в том числе оборона, чтобы особенно на Миши не зацикливаться, у нас достаточно серьезное. Мне кажется, у ребят достаточно серьезное будущее, как в России, так и за пределами. Второй раз уже рассказали, вспоминающее общение в Новогорске, что вы готовы вернуться в любой момент на международную аренду. Вы допускаете и общаетесь с ребятами, говоря о том, что это может произойти весной 23-го года или 23-й год, 22-23-го полностью? Нет, абсолютно, мы действительно верим в это, надеемся, вот, и ребятам говорим, конечно, объясняем. И ребята идут за нами, верят в это, и мы действительно, я знаю, федерация пытается, то, что пытается. Но, к сожалению, что касается нас, тренерского штаба, мы, конечно, ребятам это объясняем. И еще раз говорю, они верят нам, доверяют, вы же видите, с каким отношением они выходят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!